В фотографии 1944 года росписи есть фотографии уже конца 70-х годов. Конечно, к концу 70-х годов, поскольку здесь не было отопления, роспись очень сильно уже как бы пострадала. И когда стали реставрировать, много очень отвалилось. Вот, кстати, зеленый приемный, там сохранился очень большой кусочек начала 19 века росписи. Остальное это уже наши реставраторы советские сделали. У нас здесь работало три художника. Это Любимов, Корбор и Никифоров. Именно их заслуга в том, чтобы к нам вернулась вся роспись. Это первая большая масштабная реставрация? Да, с 80-х годов. То есть у нас первая реставрация была в 80-х годах, послевоенная. И сейчас это первая масштабная такая реставрация. То есть даже то, что в 80-х годах не успели сделать, ну, как я вам говорила, гидрезоляцию, что так плохо утеплили, из-за этого влага шла, это все было сделано сейчас. Скажите, а вот эти все предметы, они ездили в Царицыно, да? Большинство предметов, да, большинство. Ну, в нашем дворце около двух тысяч экспонатов. В Царицыно уехало где-то 700. То есть часть у нас уехала, ну, было в фондах. Ну, такие, может быть, которые повторяли одно другого, вы их не отправляли? Или по какому принципу выбирали? Ну, например, те экспонаты, которые более хрупкие, мы не отдавали, да, потому что есть вазы, которые фарфоровые, которые тяжело перевозить, поэтому их не стали увозить. Например, вот у нас не уезжал гобелен в Царицыно, потому что это ткань, все-таки на долгий срок, на два года. Мы его выдаем иногда на выставке коротковременной. Но как-то вот стани, ткани, они... После реставрации у нас появился... Ну, после каждой реставрации как-то старается... Мы стараемся музей пополнить новыми экспонатами. Например, у нас появились костюмы. Вот здесь как раз вы видите в кабинете Александра Первого его мундир, лейб-гвардии коноегерского полка. Он у нас стоял до войны, и небольшое время, в 80-х годах, стоял в экспозиции, а потом его убрали. Сейчас мы снова вернули, и люди могут увидеть настоящий мундир Александра Первого, его сапоги, шарфик офицерский. То есть все это здесь представлено. Это кабинет Александра Первого. Здесь многие предметы, связанные с войной 1812 года. Здесь у нас тоже вот новый экспонат. Это Ромул, это пресс на Малахитовом основании. Парную фигурку к Ромулу Тита Татья подарила Мария Федоровна Александру Первому, и она стоит в экспозиции парадного кабинета Александра Первого в Царском селе. А нам предложили приобрести парную фигурку, и мы, естественно, не отказался музей иметь тоже такой экспонат. А здесь еще есть личные вещи Александра Первого. Например, вот две куриницы, видите, под стеклянными колпачками стоят, такие как вазочки, кажется, из яшмы и орлица. Они были подарены в 1811 году Александру Первому Строгановым, графом Строгановым, а в 1822 году были переданы из Зимнего дворца в Петергоф. И они находились с 1822 года здесь, в Петергофе. Спасибо.